Всем привет! С вами Кекс и сегодня я делаю последние на эту масленицу блины. Это оранжевые красивенные такие блины на тыкве. Они получаются очень яркие, красивые, очень вкусные, а запаха тыквы практически не слышно. Их я буду делать со сладкой начинкой, они будут со сгущенкой. Они такие солнечные и уже я бы сказала весенне-летние, такие как яркое солнышко. Обязательно попробуйте. Для этого я взяла тыкву и на 10 минут поставила ее в микроволновке, накрыв, чтобы она проготовилась, у меня и стала мягкой. После этого я сделала тыквенное пюре в блендере. Можно также просто потолочь, ну в общем выбирайте как вам нравится, лишь бы измельчить и не было никаких комочков. Посмотрите, вот у меня такое мягкое и нежное пюре получилось. Оно очень легкое и воздушное и с ним уже можно работать. Смотря сколько вы будете делать тыквы, сколько у вас получится тыквенное пюре, вы уже отсюда будете отталкиваться по дальнейшему рецепту. На каждые 100 грамм вам понадобится 1 яйцо, 2 столовые ложки муки больших таких с горкой, 1 столовая ложка сахара с горкой, 100 мл молока и ванильку, если это у вас будет сладкая начинка. Также немножечко добавьте соли, буквально щепотку, просто для, так сказать, усиления вкуса. А если у вас там уже на 200, на 300, на 400 грамм тыквенного пюре, соответственно все ингредиенты умножайте на 2, на 3 и так далее. Я в тыквенное пюре вначале добавила яйца, слегка его присолила, добавила сахар и перемешиваю до однородной консистенции. Теперь мне нужно будет ввести муку, муку нам нужно будет просеять сквозь сито, для того, чтобы она насытилась кислородом и потом хорошенько перемешалась у нас с нашим пюре. Молоко я не добавляю заранее, потому что у нас тогда плохо размешаются комочки муки. В более плотной массе все же намного лучше разойдутся мучные комочки, поэтому я молоко добавлю уже после того, как вмешаю муку. Перемешиваю муку именно до размешания полностью комочков, чтобы не было никаких мучных комочков. Посмотрите, какая оранжевая и красивая масса у нас получается. Она уже солнечная, красочная, пахнет ванилькой и слегка-слегка тыквой пахнет. Теперь уже можно добавить молоко. Сразу скажу, в зависимости от того, какая у вас тыква, какая у вас мука, консистенция может быть немножечко другой. Поэтому, если у вас будет очень жидкая, хотя я очень сомневаюсь, добавьте еще муки. Если у вас будет густовато, в процессе приготовления добавьте еще немножечко молока либо воды. Из-за добавления тыквы, я бы сказала, что масса более вяжущая такая. Она как вязкая немножечко хуже распространяется по сковородке, нежели если блины эти просто на молоке. Но блины от этого не получаются толстыми, плотными. Они очень нежные, воздушные и красивые. Еще на каждые 100 грамм тыквенного пюре у нас уходит 1 столовая ложка растительного масла. Можно заменить топленым сливочным маслом. Выбирайте уже здесь сами. Если у вас антипригарная сковородка, можете воспользоваться сливочным маслом. Если нет, то все же лучше растительное, чтобы меньше у нас прилипала к сковородке наша блинная смесь. Посмотрите, я оставила блинное тесто постоять на полчаса, для того, чтобы оно стало такой консистенцией и больше ее не меняло. Вот какая у меня получилась где-то консистенция магазинового кефира. У меня вот уже во всю идет процесс. Ну, собственно, об этом давайте уже сразу покажу. Мне здесь немножечко неудобно. Нужно одной рукой крутить сразу сковородку, другой наливать с половника тесто и крутить сковородку до того, как тесто не распространится. Но так как я в одной руке держу камеру, мне не совсем удобно. И поэтому я не совсем успела. Вон, вы видите, такие маленькие дырочки у меня сейчас получились. Но это абсолютно ничего страшного. Эти дырочки я сейчас спокойно, вообще с половничка, просто пару капелек сюда теста поставлю. Хотя, если я буду закручивать свои рулетики такие, их даже видно бы не было. Но все же, хотела вам показать, что никакой проблемы нет, если у вас где-то что-то не распространилось или вдруг вы мало налили теста. Тесто становится ярко-оранжевым и начинают подниматься вот такие вот крупные пузырьки. Это свидетельствует о хорошем приготовлении уже снизу, что у нас проготовилась наша блинная масса. Я слегка поддеваю лопаткой, смотрю внизу, какое оно уже начало поджариваться у меня там или нет. И еще более сухую сторону, я бы так сказала. Вот я пробую лопаткой, и где самая сухая, мне там будет удобнее всего схватиться за мой блин, чтобы его перевернуть. Переворачиваю я всегда пальцами. Удобнее, конечно, это сделать двумя руками, но так как, еще раз повторюсь, я в одной руке держу камеру, сейчас попробую одной рукой. Вот, отлично, все у нас получилось. У нас вот такой вот красивенный блин. Это будет его лицевая сторона. Это уже мои предыдущие блинчики. И сковородку переворачиваю, выкидываю просто свой блин. Чтобы у нас не подсыхали кончики, их я смазываю растопленным сливочным маслом. И пока мы доделаем последние блины, первые у нас уже станут абсолютно нежные и мягкие, и все вот эти вот края у нас станут абсолютно нежными и будут податливыми для закручивания. Вот такое-то очаровательное солнышко у нас яркое получается. Буду наполнять я их вот таким вот сгущенным молоком. Это у меня и риска, если я не ошибаюсь. Я еще в процессе выпечки блинов, поэтому покажу вам, как я их буду заворачивать, а остальные буду доделать. Поэтому возьму блинчик со средины. Он уже абсолютно мягенький, нежный. Вы видите, все кончики у него стали нежные и мягкие. Блинчик абсолютно тоненький, не толстый, вообще не толстый. И я его сейчас буду наполнять сгущенным молоком. Сгущенного молока я не ложу очень много, чтобы не был сильно сладкий мой блинчик. Он и так очень вкусный, очень нежный. Я уверена, что всем понравится, и никто даже на самом деле не поймет, что это у вас он был из тыквы. Для того, чтобы края моего блинчика были аккуратненькие, я вот так их подвернула и заворачиваю мой ролик. Собственно, вот и все. И так я делаю со всеми. И получились очаровательные, вкусные, солнечные, яркие и красочные, обалденные блины. И вам советую обязательно на эту масляницу их попробовать. Задавайте свои вопросы, если вдруг такие появились. Обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.